Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам» и я, ее ведущая, Галина Топилина. Мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют многих и могут коснуться каждого. Тема сегодняшнего выпуска «Психология лидерства». Кто он лидер? Лидерами рождаются или становятся? Легко ли направлять, вести за собой и просчитывать жизнь на 10 шагов вперед? Об этом и не только спросим гостя в нашей студии. С нами сегодня психолог Елена Яшина. Елена Закировна, здравствуйте! Здравствуйте, Галин! Можно ли сказать, что каждый человек, он по сути своей лидер, если у него есть какой-то внутренний стержень принципа убеждения? Нет. С точки зрения социальной психологии, конечно же, нет. И здесь нужно не путать лидера и сильную личность. Порой в современном обществе эта путаница есть. То есть любой человек, у которого есть мнение, свое мировоззрение, четкость его выражения и умение идти своим путем, зачастую называют лидером. Но это не так совсем. Это как в фильме «Форест Гамб», знаете. То есть человек бежит куда-то, за ним есть последователь, а он об этом не знает. Лидерство – это все-таки в первую очередь ответственность. И если вот начинать, то понятно, наверное, с того, кто такой лидер, правильно? Да, кто лидер. И я здесь скажу, честно я дам определение социально-психологическое, что лидерство – это процесс доминирования, подчинения одних людей другим с целью достижения общегруппового результата. Понимаете? То есть как бы получается, что люди сознательно или бессознательно делегируют лидеру достижение общего результата. И он за это отвечает. То есть когда Владимир Владимирович Путин говорит, что он раб на галерах, он прав. То есть он прям четко очень понимает, что такое лидерство. Ну сам Юлия с лидером, он говорит о чем? Что лидер – это раб группы. То есть он в данном случае группе подчинен. То есть то, как группа, он ее чувствует, понимаете. Сильная личность в этом смысле, она более свободна, что ли, от группы? То есть она может идти тем путем, каким хочет. Как и многие псевдолидеры сейчас, они говорят, я никого не слушаю, ни на кого не обращаю внимания, я вот такой самодостаточный. Нет. Лидер – это часть, группа непременная. Но другой вопрос, что он регулирует групповые многие процессы. Именно поэтому группа-то ему это доверяет. Вот, например, сильные неформальные группы, они же все время проверяют лидера на прочность. И они, конечно, да, это есть всегда, конечно. Особенно, когда мы говорим о криминализированных историях, это хранится в фольклоре. Это специально делается, осознанно. Вот смотрите, ну, просто нужно обратиться к русскому фольклору. Вот помните, есть такая песня про Степана Разина, про то, как он книжну утопил. Там же очень четкий текст. То есть как только лидер выключается в свои дела, нас на бабу променял, то сразу устраивается проверка, ты вообще способен или нет. И лидер сразу проявляет в поведении что? Что он готов дальше управлять группой, и он в группе топит книжну, производит впечатление на со-товарищей, они понимают, что как бы они-то не способны на подобное, вполне возможно, и что не способны на такие жертвы даже. Потому что, как мы понимаем, он в первую очередь отрывает от себя эту женщину. То есть, кстати, очень забавно эта песня тестов. Обычно я так тестирую, лидер или не лидер, например, мужчина. Вот люди не лидерского типа, они там похихикивают, говорят, ой, там книжну утопил, а лидеры задумываются. Они понимают, что это решение, возможно, им придется принимать. И вот это прям очень четко видно. Вот каждый раз видна эта грань. Я привыкла тестировать, смотреть на реакцию. То есть все наполнено всякими цитатами, везде есть отклики про лидерство, надо их замечать. Какими качествами обладает лидер? Вот вопрос очень четкий, такой, казалось бы, простой, но я дам сложный ответ. На этот вопрос так и не нашлось ответа у тех, кто изучает лидерство. Был замечательный социолог, социальный психолог Берт, который в свое время решил обобщить, создал такую, так называемую, стал начальником теории черт, очень популярный. Обобщил черты лидеров известных. Ну, просто там взял, посмотрел, там собрал известных лидеров и посмотрел, какие черты присутствуют у них. Но когда это посчитали, то оказалось, что прямой корреляции нет. Вот, то есть они как бы вроде есть, но такое, ну, как бы некая корреляция присутствует, но мы не можем сказать, что именно вот эти черты влияют на то, что человек лидером будет. Там, кстати, есть некоторые черты, которые, то есть, условно говоря, нельзя так, чтобы вы там черты подобрали, и раз человек лидером стал. Нужно что-то еще. А есть какие-то черты, которые исключают лидерство? Смотрите, нет, тем не менее, я все-таки, Галин, скажу, и про те, которые коррелируют, все-таки, там все-таки отмечено несколько, я про них скажу. Они непременно вот как-то во времени есть. Первое, это все-таки, ну, все равно доминантность, про нее часто они говорят, это желание лидерства. Второй момент, это ответственность. То есть, все равно лидер должен нести ответственность, и это люди чувствуют. Третье, это коммуникативная компетентность. Ну, то есть, это умение, что делать? Это не умение общаться просто. Это умение как устанавливать, так и разрушать контакты. Причем не только свои, но и внутри группы тоже. То есть, между членами группы. То есть, это умение повышать и понижать сплоченность, понимаете? То есть, сказать нет, лидер должен так же, как и сказать да, уметь. И так же управлять группой в этом плане. Ну, и следующий момент, еще очень интересный, четвертое качество. Это так называемое свойство геликоптера. Его и сейчас, я смотрю, называют как геликоптер skills. То есть, это умение погружаться в ситуацию и подниматься на дне одновременно. Ну, как геликоптер, вертолет. То есть, вот часто же задают вопрос, например, лидер должен быть включен в конфликт или быть вне конфликта. И то, и другое. Как только вам человек говорит, что я не буду вмешиваться, вы там сами между собой, это уже тест, не лидер. Если он говорит, что наоборот, там только внутри, тоже нет. Вот постоянно туда-сюда. Ну, еще есть некоторые характеристики. Ну, например, это быстрота решений, то есть, средняя степень рефлексивности, то есть, умение оценивать и переоценивать ситуацию. Ну, понятно, почему средние, да? То есть, чтобы уметь принимать решение и его, как бы, запускать в действие. Но при этом достаточно высокое, чтобы, ну, то есть, все-таки быть, адекватно оценивать ситуацию. Есть корреляция, как ни странно, с уровнем интеллекта. То есть, уровень интеллекта, как правило, ну, то есть, скажем так, нельзя, опять же, говорить, что только таким может быть лидер. Есть там исключения и прочее, но все же корреляция определенная есть. Уровень интеллекта чуть выше среднего по группе, но не очень высокий. Ну, чтобы не разрушалась коммуникация, хотя исключения есть, конечно же. Тут же Владимир Ильич Ульянов там и так далее. Есть даже корреляция с внешностью лидер. Как правило, это сходство с группой. То есть, сходство и большая привлекательность. Я обращу даже ваше внимание, вот, например, тот же Иисус Христос, в храмах разных стран, он похож на тех людей, той культуры, которые, ну, находятся в храме. То есть, в России он славянин, в Иерусалиме он еврей, в Китае он китайец. Я читала еще о том, что быть лидером, это значит мыслить нестандартно, выходить за какие-то рамки, ну, то есть, творчески мыслить. Ну, безусловно, конечно. Вот эта рефлексивность средняя, она хотя бы такая должна быть. Но это не значит, что он сам мыслит обязательно творчески, он может привлекать людей под это. Но понимать нестандартность он должен. Скажу такую вещь, это мое наблюдение, и с этим согласятся, наверное, все лидеры, все психологи, что все решения лидер принимает в одиночку. То есть, несмотря на то, что он может советоваться с огромным количеством экспертов, но это вот проверка на такое видение безошибочное и умение видеть, независимо от того, кто это. Мужчина, женщина, ребенок там. Просчитывать все-таки, да? Безусловно, да. Это умение видеть впереди, совершать прогноз, прогнозировать. Причем это бывает очень интуитивно у кого-то, кто-то это просчитывает. У каждого свой способ. Именно поэтому черты не определяют решение. Решение определяет и ситуации, и черты, и умение видеть. Вот понимаете, вы не оттестируете лидера. Ну, то есть, вот к чему я говорю, что если хочется какого-то теста, что вот мы сейчас его проверим на черты. Нет. Есть определенные, как бы необходимые черты, но как минимум ответственного человека и коммуникативно-компетентного вы найдете. Но, то есть, протестировать, сказать, что все, вот это лидер, нельзя, потому что все зависит от его поведения, от того, как он умеет регулировать процессы в группе и как он чувствует группу, понимаете. Вы можете думать, что этот человек, ну, например, совершенно там тихий и так далее, а как только он запущен в групповой процесс, он ведет себя совершенно иначе. Более того, есть же еще и ситуативный подход, да, как ситуация влияет на лидерство. Бывает так, что лидер бывает в какой-то роли. Ну, то есть, например, есть такие лидеры экстремальных ситуаций. А они проявляются, когда экстремальная ситуация появилась, то есть, хоп, и проявилась в конфликте. Или, например, в пожаре, вот в каких-то таких историях. Мне один руководитель компании говорит, представляешь, у меня девочка сидела, секретарь, и у нас, ну, там ситуация такая была, дождь пошел, и проводка загорелась одновременно, прямо там с крыши, ну, там была нарушена крыша, и, говорит, там водой начало все заливать, и вот пожар фактически. Вот на что она сразу отрегулировала ситуацию. Тихая девочка, молодая, 23 года. Все там скомандовала покрыть, вывести людей, там открыла дополнительные выходы. Вовремя заметила ситуацию, что самое главное. То есть, все купировала, блокировала панику, все сделала. Дальше опять уселась спокойно сидеть секретарем. Вот, то есть, такие вещи, они есть, и многие их видели, конечно же, в жизни. И надо вот этих потенциальных, конечно, лидеров смотреть. Я так скажу, лидеры выявляют ситуацию, но определяются они, конечно, внутренним содержанием человека. То есть, он проявляется, может проявиться не сразу, да? Конечно. Более того, какие-то лидеры большие, если мы помним историю, да, то они проявлялись не сразу. В принципе, большие вожди редко бывали молодыми. То есть, мы даже знаем ситуацию такого, ну, мирового, серьезного лидерства. Это обычно пожилые, кстати, люди. Ну, из молодых мы знаем только каких-то военных. Ну, например, там, Александр Македонский, да? Ну, он в семье царей вырос. То есть, он сын царя, соответственно, там, обучение было соответствующим. Ну, и потом это военная история. То есть, это такое, как бы, прямое такое наследование определенных вещей. Он все-таки сын великого царя. И понятно, что, то есть, его завоевания, они определяются этим. Но обратите внимание, что тот же Александр Македонский не смог все же сохранить то, что он принес людям. Он, кстати, талантливый очень, конечно же, человек, который смотрел на шаг вперед, но не совсем даже в своем времени, что ли, мыслил. То есть, он мыслил дальше, чем его товарищи. И понятно, что не смог просто воплотить то, что, может быть, хотелось бы. Другой вопрос, что, например, большие люди, большие лидеры, большие управленцы, они как будто бы видели чуть дальше. Ну, например, того же там Иосифа Виссарионовича Сталина возьмем, который тоже очень четко видел вперед и, конечно же, поразительным образом, например, действовал во время войны. То есть, первое, что он сделал, это открыл церкви и превратил, так называемую, коммунистическую такую цель мировую в такую, знаете, солдата-освободителя в результате. То есть, это очень интересная, кстати, история. Если посмотреть с этой точки зрения, там, например, как лидеры формируют образ своего народа, да, то есть, это удивительно. Вот, например, я считаю, что в плане, там, пиар, создания образа, просто мы это не видим, но этот человек сам руководил созданием образа. То есть, с помощью деятелей культуры и искусства. Потом еще фигуры интересные, там, например, Ли Хуан Ю, известный тоже лидер, создатель, мотиватор сингапурского чуда, удивительный человек тоже, человек, который очень точно угадал какие-то, ну, как бы не угадал, понятно, он это видел. Он увидел очень точные вещи, как развивается экономика. Ну, например, вот сразу, он был там выпускником зарубежных вузов, то есть, посмотрел на все эти программы, но при этом продвигал национальную идею. И, кстати, настоящий лидер национальный, это всегда человек, работающий на национальной идее. Это надо тоже понимать, по-другому не бывает. Но этот человек начал сразу с двух решительных вещей, то есть, решительность важна. Первое – это борьба с коррупцией, а второе – это создание образованной нации. И он первым делом, одна из первых мер его демографических, была это пособие для женщин, образованных женщин, которые захотят родить ребенка. То есть, его посыл, что образованная мать – образованная нация. Очень такая тема важная, на мой взгляд. То есть, и действительно, это случилось. То есть, это человек, который зрел в корень и очень четко смотрел, как управлять государством. Вот откуда это взялось? У него не было собственного примера, понимаете? Ну, в смысле, я имею в виду, он где-то не специально, не вырос в такой семье, там, и так далее. Но это бывает иногда, вот как у человека возникает это чувство группы, и мы даже не можем предугадать, когда это проявится. А как обстоят дела с критикой? Ведь если у лидера есть последователи, наверняка есть и те, кто не поддерживают эти идеи. Это нормально. Это толстокожесть? Нет, вот я скажу про это, вот такой неожиданный вопрос для меня, да. Но я поделюсь тем, что я наблюдаю. Нет, это как раз не толстокожесть. Как мы и говорим, толстокожесть, она недопустима, потому что человек должен чувствовать. Я так выражусь. Это очень высокая чувствительность, прям сенситивность, я бы сказала. То есть, человек, причем, должен чувствовать и себя, потому что он же тоже думает о том, как бы, как это через его фильтры проходит. Потому что адекватно он должен быть в этом смысле, тот же эмоциональный интеллект. И чувствовать грубую, но при этом неранимым. Вот такой, наверное, такая формулировка. Быть чувствительным, но неранимым. То есть, он не ранится, он это умеет проживать. То есть, если так образно выразиться, в его сердце живет целый мир. Он не думает только с точки зрения собственной, а это значит, он не ранится. Понимаете? То есть, он умеет, как бы, внедриться, ну что ли, в других людей, что ли, ощущениями. Ну это да, если говорить о критериях, то есть, как правило, высокий эмоциональный интеллект там и так далее. Но это уже мы потом разложили эти критерии. Но дело в том, что это важная черта, и важно, чтобы там что-то включалось и выключалось в определенный момент времени. То есть, он не может, например, все время быть в сензитивном состоянии. То есть, когда я с лидерами общаюсь, они прям очень четко об этом говорят. То есть, как это включается, выключается, как чувствуют. Это машина? Ну нет, почему? Так называемая такая социально-психологическая механика. Там же тоже человек чувствует, он понимает, он может отключать. Ну это как пример, там, например, я подумаю об этом завтра, они могут это переключать, конечно. То есть, и в этом смысле они осознаны, конечно же. Ну это же все-таки интеллектуальное решение. Но вы правы в чем? Что лидер не всегда понимает, что это его прям таланты. Зачастую, вот ошибкой лидера зачастую является то, что он думает и все так. Вот часто, когда работаешь сейчас, например, с главами компаний, консультируешь кого-то, то иногда нарываешься на то, что человек думает, что все вот так мыслят, все мотивированы так. Но в какой-то момент там все-таки понимают, что нет, что это их личный талант все-таки. Критике лидер должен быть толерантным. То есть, и более того, удивитесь, наверное, но вот это христианская истина, подставить щеку-другую после удара, это, кстати, тоже такая тренировка. Поясню, о чем я. Это не значит, что лидер должен быть мягкотелым, но он должен спокойно относиться к личным оскорблениям. Ну то есть, например, отделять вот это вот личное, ошибочное, от реально глобального. То есть, вот даже по тому, каковы приоритеты, каков масштаб проблемы, мы говорим о лидерстве. Если человек зациклен на личных обидах и все время там мстит кому-то помелче, ну это точно не лидер. Мы даже как-то обсуждали, тут круглый стол у нас такой был микро, мы говорили про великодушие лидера. То есть, если лидер хочет сохранить настоящий там коллектив, он должен уметь прощать. Ну то есть, понимать, что вот у человека есть вот это ограничение. Или он что-то может не видеть и так далее. Только так он может работать. А как? Это масштаб личности, понимаете? Это вот великие святые, например, там тоже Спиридон Тремифунский, который там был великим оратором и не прощал там поругание веры, и действительно там мог пойти огромное там пройти расстояние для того, чтобы убедить людей там выступить. Но при этом, например, когда Стражник однажды принял его за простолюдин, то есть его ударил, его оттолкнул, и потом извинился, он это простил, потому что понимал, что это просто обычная человеческая глупость, гордынь. И если человек не может перешагнуть через эти мелочи, опять же, он лидером не является. Поэтому говорят, что испытанием очень серьезным для лидера является звездная болезнь так называемая. Недопустимо. Вот она убивает лидера, конечно. То есть, когда человек возносится, а в России, кстати, вознестись легко. Почему? Потому что у нас очень любят петь песни про то, какой человек великий. Вот. А человек, если только допустит эту неадекватность в уши, то, конечно, у него есть соблазн почувствовать себя супервеликим. Вот тут это начало конца. Наверное, замечали. Как только человек говорит, я не победим, вот с этого начинается его поражение. Это, кстати, вообще правило. Я для себя это записала даже так. Как же критически мыслить, оценить вот это вот эти слова. Вот так вот, пытаться. Вот раньше, например, правители что делали? Народ ходили, переодевались и ходили. А, это как в басне, да? Вещунина с похвалом скружилась. Да, да, да. Вот это вот, кстати, сразу сыр-то выпал. Но для лидера-то это в чем еще проблема? Если вы просто человек со звездной болезнью, то вы просто сыр потеряли. А тут можно потерять и коллектив, и там более серьезные вещи. Поэтому вот на звездную болезнь лидера обращают особое внимание, потому что это может быть угрозой для людей, и люди за этим наблюдают. То есть, да, конечно, вот как-то мне сказал тоже человек один, говорит, вот в этом же подлость такая есть коллектива. С одной стороны, они тебе песни поют хвалебные, а с другой сами же обсуждают, и первыми же там низвергают. Да, это так. Держи свою голову, холодный. Холодная голова, горячее сердце, как нам завещали лидеры некоторые. То есть, ну, здесь это точно совершенно. Так все-таки лидерами рождаются, становятся, или можно научиться? Смотрите, до конца, вот будем честными, до конца в психологии этого ответа нет. Но вот все же есть определенные там, ну, и исследования, и опыт, по которым можно сказать следующее уже сейчас. Задатки лидера должны все же быть. Проявляются они довольно рано. За лидером надо наблюдать и лидерство развивать. Как увидеть в ребенке лидера? Ну, например, вы увидели, что он решает задачу. Ну, например, играют дети. В каком возрасте? Да, с самого начального. Там, например, ну, с шести лет уже точно можно хоть что-то заметить. Вот, например, раз там ребенок играет, он уже организует группу, думает о других, понимает, как там все организовать. Даже потому, как он наблюдает, да, например, там за другими людьми, ему интересна группа. Бывает, что в экстремальных ситуациях проявляется. Кстати, как ни странно, вот жесткий учитель иногда там раз поставил в управленческую какую-то позицию, он раз принял решение нестандартное. Ну, вот. Ну, лидер уж точно не рождается, когда все благополучно, понимаете, когда все решения за него приняты. Поэтому, конечно, может, крамольную вещь скажу, но в детсцентрированной системе, когда прям все там в худшем понимании этого слова, то есть, когда там, например, там на блюдчике все с голубой каемочкой, домашние задания за ребенка, лидер так не вырастет, конечно. Как грамотно поддержать в ребенке лидера, не подавить эти качества, но в то же время осознавая, что это ребенок? За самостоятельностью надо наблюдать, давать ее по мере сил. Это легко говорить, я тоже понимаю. Баланс вот этот вот. Ну, баланс каждый родитель сам устанавливает. Мне кажется, в родных семьях, потому что есть же приемные, там тяжелее все. В родной семье, во-первых, родителю надо, конечно, помнить про себя. И зачастую, то есть, ребенок же совершает его путь. Я опять же здесь, наверное, повторюсь, первым делом заниматься собой. И быть самим все-таки таким человеком самостоятельным. Во-вторых, все-таки понимать, что ребенку нужна самостоятельность, и что он человек. И еще то, что он все-таки все видит и замечает. Нет маленького возраста, понимаете. Кажется, ребенок там не видит, там в три года чего-то, но в три года у него должна сформироваться самостоятельность. И дальше тоже, так сказать, по списку, по каждому этапу. Его самостоятельность и тонус должны быть сохранены. А там уже будет видно, лидер он или кто. Но способности его, самое главное, не воспевать, вот знаете, там, что, ой, он великий. Да он не великий, он просто там что-то удачно сделал, поделку там какую-то. А как же хвалить? Вот знаете, мне очень нравятся тоже слова. Сейчас уже некоторые там мужчины-психологи возмущаются. Они говорят, знаете, мы испортили мужчин постоянными похвалами. То есть это вот женщинам какое-то время назад там говорили, рекомендовали, видимо, на женских тренингах, чтобы они хвалили мужчин. И сейчас уже дошло до полного идиотизма, когда он там, ну, что-то сделал просто, там, простое какое-то действие. Его похвалили, и получается, что? То есть что, у нас мужчины-дебилы, что ли? Что их надо хвалить за все? Наверное, у него своя есть голова на плечах. Нет, ну это же дети. У них должно быть свое детство, капризы. Да кто же спорит? Ну, пусть так. Но это же все равно, ну, поддерживать, да, закреплять поведение, подкреплять, конечно же. Но постоянно захваливать и говорить, ты гениальный, ну, на мой взгляд, это не очень адекватная история. Тогда просто понимаете, что происходит? И я-то вот почему возмущена-то? Дело в том, что потом это достается уже психологу во взрослом человеке. То есть когда тебе достается человек там 30-35 лет, и там ты его доращиваешь с того возраста, когда он еще привык быть маленьким, понимаете? Когда, ну, например, там совершил там большую сделку, говорит, а где очереди журналов, которые про меня напишут? Я говорю, нигде. Потому что это коммуникация, которую ты должен выстроить. Оглядывается и ждет. Ну, где вот это вот? То есть он же хороший, он же правильно все совершил. При этом бывают это очень крутые специалисты. Вы тоже наверняка с этим сталкивались. Но лидерская история, она другая. То есть ты умеешь выстраивать поле вокруг. Стать хорошим профессионалом можно, даже в тепличных условиях, вы сами понимаете. То есть человек может проявлять свои таланты и дойти до определенных правильных вещей. Но мы же о лидерстве говорим. Вот лидером в тепличной истории не станешь. Это должны быть неожиданные испытания все равно. Елена Закирина, у нас не так много времени осталось до конца выпуска. Последний вопрос вам все-таки задам. А в коллективе может быть несколько лидеров? Да, конечно. Как они друг друга видят, идентифицируют? Как они сосуществуют? Ну, конечно, лидеры обычно видят друг друга. Это всегда конкуренция? Нет, конечно. Обычно это распределение ролевое. И, конечно, это зависит от руководителя. Он, кстати, не обязан тоже прям сильным лидером быть, но если он умело поладить с лидерами их каким-то образом... А это разные люди? Выстроить бывает и так, да. Всякие ситуации бывают. Сейчас все чаще, кстати, лидер не бывает руководителем, а системным руководителем, а у него в группе лидеры. Лидеры, кстати, не всегда стремятся к управленческой должности. Но стандартные роли лидеров – это лидер-профессионал, лидер-коммуникатор, лидер экстремальных ситуаций. Три таких почти всегда есть. Еще бывает душа компании, которая собирается... Надо им свою нишу найти. У них своя ниша, да. Но то, что с лидером придется работать, потому что это свободный человек, и выгодно его задействовать, безусловно, потому что у него есть талант. Вот иначе, если с лидерами не работать, они действительно либо передерутся, либо сожрут руководителя. Ну, они же тоже начинают такие же, мы знаем людей. Вот сидит человек и говорит, ой, я ведь так тут просто сижу. Я же там просто человек простой, просто давно здесь работаю. А в целом руководит коллективом. Это частые случаи, достаточно. С этим надо иметь дело и понимать, что этого человека нужно либо наделять там властью, если уж совсем не хочет, потому что власть – это ответственность, либо все-таки пытаться его применить в пользу дела, потому что есть разрушительное лидерство, конечно же. Спасибо большое, Елена Закировна. Мы продолжим в следующем выпуске говорить о психологии лидерства. Вопросов у меня еще очень много. А наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Это была программа «Разговор по душам». Всего доброго. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok